Бездомные собаки, которые обитают на заброшенных дачах у школы номер 7, доставляют дискомфорт жителям крутых ключей. В социальных сетях появляются записи об агрессивном поведении некоторых животных. При этом на улицах можно встретить детей, мирно гуляющих с бездомными псами. Ситуацию поясняет местный житель. Они их воспринимают как хозяев. То есть они защищают их, нападают на любого прохожего. С чем мы пытаемся бороться, сколько делали замечаний им, родителям, никак не реагируют. В начале мая подрядная организация отловила агрессивную собаку, которая напала на 11-летнего мальчика. Теперь пес, которому дали кличку Беляш, останется на пожизненном содержании в приюте. После отлова всех собак в обязательном порядке осматривает ветеринарный врач. При необходимости животное направляют в ветеринарный госпиталь. Если лечение не требуется, тогда собаку обрабатывают от клещей, потом она проходит процедуру стерилизации и вакцинации от бешенства. После карантина неагрессивных животных возвращают обратно. Мы пошли на такую меру, как приобретение специализированного оборудования, то есть специальных снайперских кировинтовок, которые нам могут дать возможность выстрелить с 20 метров и попасть в животное, для того, чтобы оно заснуло с помощью применения седации специальными дротиками. И уже потом мы смогли его загрузить в клетку, в сеточку и доставить уже непосредственно в автомобиль. С 1 апреля по 1 мая мы поймали 204 собаки. Сейчас в конце мая тоже будем анализировать, будет чуть больше показателей, но пока в данный момент мы полностью перестраиваем инфраструктуру приюта, мы хотим расшириться. Однако не все уличные собаки, которые живут в крутых ключах, представляют угрозу для местных жителей. Они легко идут на контакт и не проявляют агрессии. Зоозащитники знают их и даже дали им клички. Мы сейчас контактируем с отловом, очень часто общаемся с директором, с ловцами и по вопросам агрессии каких-то, либо если мы видим в микрорайоне нестерилизованных собак, например, мы с ними на связи, созваниваемся, решаем, какую собаку мы отлавливаем, либо какая проблема в агрессивности собак и забираем их на ПМЖ. Всегда с нами советуются, где именно лучше выпустить, в каком уголке района, даже если в этом районе выпустили, чтобы не беспокоили потом в дальнейшем как-то жителей. При этом, как отмечают специалисты, возврат животных – дело крайне ответственное. Важно не допускать образования стай, поэтому выпускают не более трех-пяти особей в одну локацию. За решением проблемы с безнадзорными животными жители могут обратиться в Департамент городского хозяйства и экологии любым удобным способом – по телефону, в электронном виде или письменно. При получении заявления департаментом выписывается заказ-наряд. Как правило, это происходит в тот же день, когда поступило заявление. И далее направляется в подрядную организацию, которая в соответствии с графиком осуществляет отлов. Экстренные адреса, связанные с нападениями животных на людей и какие-то серьезные заявки, отрабатываются своевременно, сразу во время поступления такого обращения, оперативно. Заявки на отлов безнадзорных агрессивных животных можно направить по телефону 336-67-52 и 336-64-81. Ольга Павлова, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.